Екатерина Ващенкова занимается благотворительностью уже порядка пяти лет. Деятельность ее фонда «От сердца к сердцу» направлена на социальную поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Девушка делится. На начальном этапе было непросто, так как деятельность фонда приходилось осуществлять за свой счет и за счет пожертвований неравнодушных граждан. Но благодаря поддержке в рамках проекта «Центр развития НКО и благотворительности Оренбургской области» положение фонда значительно улучшилось. На сегодняшний момент мы запускаем проект социальной парикмахерской для оказания населению бесплатных парикмахерских услуг. Здесь мы тоже получили поддержку со стороны фонда «Наши дети-56». Они помогли нам закупить оборудование для парикмахерской. Со стороны администрации у нас есть очень хорошая имущественная поддержка. То есть город нам выделил хорошие помещения для осуществления нашей деятельности. В библиотеке имени Крупской состоялся круглый стол с представителями региональных министерств и руководителями некоммерческих организаций Оренбургской области. Участники обсудили меры поддержки для развития некоммерческого сектора. Артур Хубешта рассказал, что за последнее время в Министерство региональной информационной политики руководители НКО стали обращаться чаще с запросом на информационную поддержку. Нам нужно понимать, как осуществляется финансовая поддержка, имущественная поддержка. И поэтому мы часто информационализируем, запрашиваем у коллег из министерств. Во взаимодействии с некоммерческим сектором мы также всю эту информацию запрашиваем и с ними пытаемся понять, что нужно и как это лучше сделать. У нас есть свои источники, свои средства массовой информации, информационные порталы, через которые мы эту информацию распространяем. За последние годы количество некоммерческих организаций в Оренбургской области увеличилось. Сейчас их порядка двух тысяч. Но действительно активно ведут свою деятельность только 200. Организатор мероприятия Наталья Толмачева делится. Сейчас отношение к некоммерческим организациям со стороны региональной власти значительно улучшилось. Я вот так открыто помню 2016 год. И вот если с этого вести параллель, как раз когда там тогда в то время мы активно поднимали эти вопросы, я хочу сказать, что действительно есть прогресс и очень существенный. Во-первых, чаще стали нас слышать и слушать представители органов исполнительной власти. Создаются общественные советы, куда мы тоже входим. Создаются рабочие группы, куда мы тоже входим и предлагаем свои предложения и решения. Нас привлекают в качестве экспертов по каким-то определенным вопросам. На развитие некоммерческих организаций регион получает поддержку и от фонда президентских грантов. Только Департаменту молодежной политики в 2021 году удалось получить порядка 23 миллионов рублей. Их распределят между местными НКО в качестве грантов. Кроме этого, на федеральном уровне уже озвучена инициатива о создании Федерального фонда поддержки культурных проектов, что также может помочь в развитии частных инициатив и идей некоммерческих организаций нашего региона. Юлия Тюшевская, Павел Чекмарев, Городской телеканал ЮТВ